Всем привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать о такой специфической штуке, как бортовая удочка для ловли на гирлянду. На самом деле, ловли на гирлянду с лодки, она не очень распространена, потому что, ну, обычно есть лед и не заморачиваешься. В этом году это достаточно актуально оказалось. Люди довольно успешно ловят. У меня лодки пока нет, но скоро будет, поэтому я решил приготовиться. В принципе, ловить на гирлянду можно и обычными зимними удочками, с лодки я имею в виду ловить. Так, собственно, в основном и делают люди, но я, как обычно, ищу собственные пути. Мне показалось, что ловить с лодки удобнее все-таки более длинным удильником, длинным хлыстиком, чтобы не перегибаться над бортом. А просто сидеть комфортно с прямой спиной и длинным удильником, с боковым кивком ловить. При этом очень бы хотелось еще и поставить катушку и спокойно вываживать, не выбирая руками, не выкладывая там где-то вот все, там где-то петли, которые могут запутаться на воду там или в лодку. Ну, в общем, есть свои какие-то нюансы и вопросы, которые мне, ну, предварительно я об этом думая, мне это не нравится. Поэтому я решил сделать вот такую штуку. В принципе, и тут ничего нового. Подобных удочек полно сейчас на Али. И, допустим, в Соединенных Штатах такие удочки, в принципе, только на такие удочки люди ловят. То есть, это такая гибкая удочка, там, длиной, не знаю, 80-70 сантиметров, с безнационной катушкой. Ловят вот только так. Вот сколько я вижу постов или видео ловли там, крэпи, баса там и прочего. Ловят именно так. Я же хочу применить это к ловле на гирлянду. Хотя, в принципе, этой такой же удочкой можно совершенно спокойно ловить фидером с лодки. В принципе, наверное, я уверен, что можно ловить мормышингом, так называемым. Это спинговая ловля на мормышке с маленьким силикончиком. Наноджигом. И я, наверняка, тоже так буду пробовать ловить. Но первейшая, первостепенная задача для меня – это сделать именно удочку для ловли на гирлянду. В общем-то, как бы, нет проблем такую удочку купить на том же Али. Может быть, это и у нас уже они продаются. Я допускаю. Я даже не пытался. Потому что, ну, это время. Слишком долго оно едет. Да и вообще, люблю я, на самом деле, делать своими руками. Тем более, что у меня, в принципе, как оказалось, есть все, что мне для этого понадобится. Попался мне обломок спиннинга с такой вот хорошей фурнитуркой. Fuji катушка-держатель. То есть, у меня валяются уже два или три года, я не знаю. Совершенно мне не нужно. Тут пригодится. Так, кроме этого, у меня валяются вот такие вот хлыстики. Дешевые стекла. Стеклопластика. Вот такие гибкие, прочные, неубиваемые. Типа для маховой удочки. Ну, он такой, довольно приличного диаметра, что я даже не знаю, что там за удочки. Ну, тем не менее, я их купил в свое время, там, пару лет назад. Были у меня там планы на них. Так они у меня и не сбылись. И на них у меня валяются. У меня несколько холстов есть. И кончики от фидеров. То есть, рабочие или ломанные, вот, например, вот это вот, с отломанной одной секцией. Ну, вполне, вполне подойдет, это, по-моему, двухунцовая, да, двухунцовая вершинка. Как раз идеально подойдет для такой удочки. В принципе, там, допустим, для нано-джига, вот такая красная есть. Она более жесткая, ну, и чуть более длинная. Ну, там, в принципе, можно будет и зеленую использовать, но она более мягкая. Это, кстати, тоже стекло. Ну, это четыре. Но тоже стекло, не помню, от какого это. По-моему, от флагмана какого-то. Ну, неважно, в принципе, все эти вершинки так и иначе можно использовать. Что мне еще, как бы, для этого понадобится? Ну, у меня вот такой вот был тоже кусок от того спиннинга, от которого, и вот этот вот, его можно было бы использовать на обгрибе, так и, собственно, и планировал изначально. Но потом я взял Еву, свою любимую, и выточил вот такую штучку. Вот такой вот стакан из двухцветной получается. Ну, как я склеил. Я взял кусок черный, приклеил термоклеем кусок зеленый, выточил внутри, отточил ее, во-первых, на станке. Ну, в принципе, чего, если у вас есть машинка типа дремеля, ну, как это называется, гравер, да, то, в принципе, выточить такую бубышку не составит особого труда. Внутри выбрал таким цилиндрическим камушком, то есть, ну, пришлось немножко поработать, ну, такой, получилось вроде неплохо. Я его поставлю вот сюда, приклею к винту, так вот плотненько насажу, и у меня он будет на катушке-держателе обгрибом. Так же это будет называться, да? Я не ротбилдер, как бы, в таком понимании, я зимний ротбилдер, там несколько другие у нас категории, но вот я хочу сделать это максимально дешево, максимально просто, без заморочек с нитками, вот этими лаками специальными, там, и так далее, там, с танками для кручения, вот это вот, для лакировки и прочее. То есть, максимально дешево, бюджетно и просто, используя, так сказать, то, что у меня просто валялось, и то, что у меня есть. Не исключено, что у вас тоже есть какой-то ломаный спиннинг с этим, с катушкой-держателем, там, несколько вершинок, может быть, даже лишних, там, вот такую хлыстик купить, это, я не знаю, там, какие-то копейки стоят, в любом магазине вы это сможете сделать. Значит, как это все у меня будет устроено. Значит, ну, вот я тут уже сделал предварительно, как бы, а, насчет колец, ну, на хлыстике здесь кольца есть, но одно кольцо нужно еще сделать на, на самом, как бы, на бланке, на котором будет, на котором будет насажен катушкодержатель. Я его сделал просто из проволоки. Оцинкованная, по-моему, проволока. У меня просто нет нержавейки такого диаметра. Я сделал из оцинковки. Не думаю, что она будет ржавееть, но такое. Что-то потом, может, придумаю. Ну, вот, как вариант, просто вот такое простенькое колечко. Весь вот такой формы. Здесь вот насадил термоусадкой, прижал, чтобы она не расползалась. И, опять же, насажу на термоусадку. Эта термоусадка, я еще не усаживал пока. Там надо сначала то, кое-что другое сделать будет. Она на термоклее. У нее внутри термоклей. То есть, когда я ее усажу, она приклеится наметво. И я еще внутри проклею трехминутной эпоксидкой. И все. И оно будет железобетонно держаться. То есть, вот эту вот схему с термоусадкой плюс эпоксидка я отработал уже не один год. У меня они на кивках работают великолепно. Ничего никогда не отпадает, не отваливается, не рассыхается. Все это с кавычки. Так, это у нас вот так насаживается. Далее вот так насаживается. И будет наклеено на вот этот вид. Так вот раз. Ну, вот такая вот штука. Ну, эта катушка, кстати, она тяжеловатая. Это где-то 200 с лишним грамм. Я хочу купить более легкую, специальную зимнюю, самую сколькатушку. Так, это мы... Сейчас я соберу, покажу просто, как она будет выглядеть. Вот. Ну, в общем, это будет как-то вот так вот выглядеть. Тогда, куда я буду тело держать. То есть, мягенько, тепленько все. Ну, как я буду держать, еще не знаю. Как-то, наверное, вот так. Просто вот так вот на колени и вот так вот потряхивать. Вот так вот. Будет либо крепление на кончике. Здесь либо стационарное крепление для конкретного хлыстика, допустим, чисто под боковой килок. Вот здесь вот будет крепление под боковой килок. Либо я придумаю крепление съемное. Ну, это я еще не знаю. В принципе, выделить, допустим, вот эту вершинку чисто под боковой, а на эти не ставить. Потому что как бы внутренний посадочный штекер на диаметр вот здесь, он у меня... Сейчас покажу. Он у меня подходит под стандартные штекерные... Эээ... 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 Ээээ... Ээээ... теперь дело дело за малым все это нормально красиво сделать все пока пока заканчиваю дальше будет монтаж джонни я хочу как синематографе прошу тебя сделай монтаж